Привет вам мои хорошие, с вами Фокси Браун и это значит, что у нас на очереди новый обзор. На этот раз я расскажу вам о достаточно нашумевшем мобильном ММО ЭПГ проекте, а именно о Black Desert Mobile. Да-да, знаю, стоило раньше делить время данному проекту, но вы уж простите, мне потребовалось время, чтобы освоиться в игре и разобраться в ней. Поэтому сегодня я и поделюсь своим впечатлением и о том, что в ней есть. Однако для начала хочу посоветовать вам канал, полностью посвященный ММО ЭПГ играм. Там вы найдете обзоры, хит-парады и много чего другого. Короче говоря, очень рекомендую вам канал под названием Лучший Онлайн ММО ЭПГ, ссылочку на него я оставлю для вас в описании. Ну а теперь давайте перейдем к мобильной версии Black Desert. Стоит начать с того, что по сути перед нами мобильная адаптация ПК-версии игры. И если ранее вам приходилось играть в БДУ на ПК, то вы сможете найти много сходств, начиная от игровых классов и заканчивая игровыми локациями, которые так хорошо узнаваемы. Вообще, если описать свое впечатление о игре, то я с уверенностью могу сказать, что она мне нравится. В отличие от множества других мобильных проектов, в БДУ достаточно много разнообразного контента, который не часто можно встретить в мобильных ММО. Тут нашлось место квестам, интересной системе крафта, приручении и разведении лошадей, рыбалке, аренам и даже данжем. Кстати, да, в отличие от ПК-версии, тут есть данжи, ну и еще мировые боссы. Короче говоря, тут достаточно занятий, чтобы удержать игрока. Но давайте по порядку. С квестами тут туго и во всем на корейском. Но благо имеется автопуть, который приведет к месту выполнения заданий. Касательно крафта, тут все очень похоже на ПК-версии. У вас тоже есть возможность отправлять рабов на добычу ресурсов и создание вещей. Приручение лошадей тут тоже схоже с ПК-версией. То же самое могу сказать и о скрещивании. О рыбалке ничего рассказать не могу, ибо не приходилось ей заниматься. А вот данжи классная тема. Мне их очень не хватает в БДУ на ПК. А тут они есть, и меня не может это не радовать. Думаю, многим из вас это тоже придется по вкусу. Помимо этого, меня также очень впечатлила графика и редактор персонажей. Аналогов которых мне еще не приходилось встречать в мобильных ММА. Тут реально все выглядит очень круто. Даже несмотря на то, что мобильное БДО изометрическое, в отличие от ПК-версии. Кстати, это совершенно не мешает восприятию игры. Отдельно также стоит еще и упомянуть и ПВП-контент. Помимо арены, есть еще и завоевания, в которых смогут участвовать Гидди. В общем, все очень похоже на захваточек в оригинальной игре. Так что, если все беты тоже, то можно с уверенностью сказать, что контента в мобильном БДО достаточно. Однако, несмотря на массу положительного, в игре есть один главный минус. А именно, корейский язык. Это, пожалуй, главное препятствие на пути к освоению игры. И очень хочется надеяться, что рано или поздно игра будет локализирована. Ну а пока приходится осваиваться так. Ну а на этом у меня все. Так что, очень рекомендую вам лично ознакомиться с данным проектом. Уже очень много там всяких вкусностей. А если хотите узнать еще и о других мобильных и не только проектах, то не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Кстати, на канале есть плейлист с обзорами и других игр. Рекомендую заглянуть и туда. На этом все. Приятной вам игры. И пока-пока.